Добрый вечер! В эфире программа «Городские встречи» в студии Алена Куколева. И у нас в гостях сегодня директор рязанского выпуска газеты «Комсомольская правда» Николай Мальцев. Здравствуйте! Здравствуйте! Но беседовать мы будем сегодня не про «Комсомольскую правду», не про «Комсомолку». Вы принесли, что у вас на столе? Рассказывайте. Значит, «Комсомольская правда» сегодня не только газеты, не только информационный портал КПРУ. Это еще и издание журналов, издание справочников, издание книг. И вот очередное издание, которое подготовил рязанский выпуск газеты «Комсомольская правда», это свадебный журнал. Журнал называется «Свадебный переполох». Это очень удачный образец глянца, глянца у журнала для нашего региона. Журнал был посвящен всему делу, как бы всей тематике подготовки к свадьбе. Вот здесь отражены самые разные моменты, начиная от мальчишников и девичников, выбора тамады и фотографа, моды в свадебных платьях и прическах, самые интересные букеты, которые дарили звезды своим служинам. И, например, такие аспекты, как заключение брачного договора или процедура венчания, как это правильно все организовать. Этот журнал, его идея была как бы сформулирована, пришла в голову нам совместно с главным управлением ЗАГСа. Что интересно и что является особенностью этого журнала, что в нем, соответственно, много редакционных материалов, редакционные материалы по разной тематике, и тематика и подача этих материалов действительно очень журнальная, глянцевая. Это очень такой типичный представитель настоящего женского журнала. Наверное, мужчинам тоже будет что здесь почитать, интересно, но отдельная тема. Женщине может быть интересен весь журнал. Где рязанские невесты и женихи смогут такой журнал получить? Мы вместе с главным управлением ЗАГСа договорились, что во всех ЗАГСах города Рязани журнал будет находиться в свободном доступе. Можно прийти, и журнал будет выдан парню или девушке просто по просьбе. Таким образом, мы не просим инвестировать с читателей деньгами, мы просим инвестировать с читателей ногами. То есть надо просто дойти и получить. То есть журнал в свободном доступе? Абсолютно в свободном доступе, только в ЗАГСах. Когда вы создавали такой журнал, вы принимали чей-то опыт или это конкретно ваша идея, и теперь вашим опытом могут воспользоваться другие регионы? Я скажу честно, в некоторых регионах у нас в России есть подобные журналы, похожие, но они все отражают несколько местную специфику. Местный подход, то есть такой эндемичный взгляд на ту или иную проблему. В частности, есть очень похожий журнал в Пскове, там тоже наши партнеры, наши друзья. Но у них журнал, поскольку у них был изначально такой юридический взгляд на проблему, у них он не журнал. У них он идет как такой, наверное, даже ближе к понятию юридический справочник. Там огромный акцент делается именно на семейное законодательство, на варианты разные, которые могут произойти в ходе семейной жизни. Мы решили пойти по пути праздника, что свадьба это праздник, и организация такой аурой свадьбы увлечь людей. Потому что цель была не только рассказать о том, что делать, если вдруг, как в случае с брачным договором, а наоборот. Цель была сделать все так, чтобы этого вдруг просто не случилось. Чтобы люди жили долго и счастливо. И что также удалось редакции, поскольку комсомольская правда редакция пишущая, ежедневно выпускает и газету, ежедневно наполняет сайт, расследование проводит. То есть живая журналистика, это позволило перепоплотиться и сделать глянцевую журналистику. Она, конечно, легкая, она такая простая, но она не менее актуальна сейчас. Потому что у нас часть людей по-прежнему читает глянцевые журналы с хранитой верностью. Я думаю, рязанцам будет интересно читать такой журнал. Я вижу, что кроме свадебного переполоха вы еще другую тему затронули. Расскажите, что это за справочник. Да, здесь мы продолжаем тему информационно-разъяснительной работы. Если на этапе свадьбы с главным управлением ЗАГСа по Рязанской области, то дальше к нашей работе уже подключилось Министерство здравоохранения Рязанской области, за что им огромное спасибо за их понимание текущего момента. Мы делаем справочник для будущих мам. Он не просто справочник, он выпускается уже четвертый год. Этот справочник содержит в себе диспансерную карту беременной женщины. То есть это тот самый документ, та самая книжка, которая выдается всем женщинам, которые становятся на учет в женской консультациях. Здесь, соответственно, все анализы, обследования и так далее. Это абсолютно официальная вещь, которая заполняется под будущую маму, в которой фигурируют все анализы, тесты, наблюдения у лечащего врача. И, кроме того, справочник содержит огромное количество практической информации. Как питаться маме, как правильно кормить ребенка, распорядок дня и многое-многое другое. Вплоть до того, как выбрать кроватку, коляску, в какое время необходимо делать УЗИ. Я здесь обращу очень серьезное внимание на этот справочник, потому что он очень необычен по своей сути. В других регионах мне доводилось видеть издания, которые распространялись в женских консультациях. Но они имели абсолютно рекламный характер. То есть там был просто набор макетов или какой-то коммерческой информации и более ничего. Этот справочник имеет редакционных материалов больше, чем коммерческая составляющая. То есть это средства массовой информации, это СМИ и это не рекламные СМИ. И посему цель этого проекта в первую очередь помочь мамам, потому что если раньше, вы можете вспомнить, ваши родители, мои родители перед рождением ребенка читали огромное количество книг. И если вы поройте еще в книжном шкафу, вы еще найдете там эти книги, как там воспитывать малыша, как там кормить и так далее. То сейчас это немножечко сошло на нет, и этот справочник восполняет ту самую потерю. Потому что когда еще человек там будет читать этот загруженный график, работает до самого последнего момента. А здесь человек получает справочник, обменную карту и на досуге волей-неволей почитает самые важные моменты, касающиеся малыша и, соответственно, родов, дальнейшего жизни, здоровья вот этого маленького рязанца. Соответственно, справочник выполняет очень большую роль. И сформирован он нашими крупнейшими специалистами в городе Рязани. Я это говорю без излишнего пафоса, потому что была первоначальная версия справочника, которую мы делали только со специалистами Министерства здравоохранения. Потом, значит, после третьего издания мы расширили количество экспертов, которые сюда вот подключились к созданию справочника. Мы объезжали женские консультации, руководители разных женских консультаций давали свои рекомендации, с чего не хватает справочника, что надо изменить. Поэтому, например, та же диспансерная карта или обменная карта беременной женщины, она на данный момент самая совершенная, какая только может быть. Причем ощущение у меня такое, что оно совершенное не только в нашем регионе, оно совершенное и на межрегиональном уровне. То есть в других регионах тоже могли бы воспользоваться именно обменой карты рязанского образца. И я думаю, были бы счастливы, это было бы лучше, чем то, что есть у них. Николай, вот сейчас девушки, телезрители заинтересуются таким справочником. Расскажите, где они смогут заполучить его? Вот, это все женские консультации города Рязани и Рязанской области. Вот, единственный момент, что, поскольку это обменная карта, и выпускается этот справочник тем же тиражом, сколько у нас и детишек появляется в год, это около 11 тысяч, вот, то получить его, по идее, можно только встав на учет. Но, я думаю, что если прийти просто в консультацию женскую и просто попросить, просто попросить, то я думаю, что сотрудницы не откажут. Ты справочник выдал, потому что понимаешь, что главная все-таки информационно-разведительная работа. Вот, и если девушка там только планирует беременеть, для нее тоже какая-то будет информация очень важная на этот счет. Вот, поэтому этим справочником мы гордимся. И вот, значит, несколько месяцев назад было совещание межрегиональное. Мы сюда приезжали представители Министерства печати, информации из других регионов, сопредельных с Органской областью. Вот, и наше Министерство печати пригласило нас. Мы презентовали наши справочники, нашу рязанскую продукцию. Вот, и это заслужило и похвалы, и восхищение нашими коллегами из других регионов. Вот, даже вот раздавались, как бы, такие призывы нельзя ли сделать для них, такой же, вот, для их региона. Поэтому я очень рад, что вот в этом деле, в деле издательства и просвещения населения, наш регион, вот, опережает других. В том числе, там была и Калужская область, которая все время нам ставит в пример, какая там инвестиционная привлекательность и так далее. Но вот здесь, вот, Министерство здравоохранения, ну и там, мы, как издатели, смогли, так сказать, проявить активность и оставить за спиной Калужскую область. Ну, потому что дело полезное, тем более с правильным подходом, наверняка его будет ожидать большой успех. Спасибо вам большое за беседу. Я напомню телезрителям, что в гостях у нас был директор Рязанского выпуска газеты «Комсомольская правда» Николай Мальцев. До новых встреч в эфире, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин